Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о лете. Мы ждем лето для того, чтобы отдохнуть, но лето жаркое. Это повод поговорить о многочисленных теоретически возможных проблемах со здоровьем. Здесь возникает множество вопросов к детскому врачу. Пойдемте, будем вместе искать ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки Молфикс. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Итак, жаркое лето. Вы любите жаркое лето, Луиза Васильевна? Дома с кондиционером. Понятно. Тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Нет, мне нравится, когда очень-очень прохладно. Молфик свежий. А когда жареще, нечем дышать, нечем пить. И все рыбы засыхают, потому что Солнце забирает жидкость. Солнце – это огромная горячая звезда. Внутри него при температуре 15 миллионов градусов по Цельсию. Каждую секунду Солнце теряет 4 миллиона тонн своей массы, которая высвобождается в виде энергии. Можно поджариться, как яичко. Я чувствую, что я запекалка, который лежит в духовочке. Когда сгорел какой-то человек на солнышке, нужно мазать кремом. Тогда нужно вырезать из копы один кусочек и пришивать ножик. Солнечный удар – это когда комета из Солнца вылетает и ударяет сильно по голове. Это называется солнечный удар. И поэтому надо одевать кепку. Под зонтиком сидеть. Детер можно включить. Я не люблю, когда жарко, потому что я все мокрая. Жарко, жарко. Через 5 миллиардов лет три планеты взметутся. Меркурий, Венера и Земля. Все жизни на Земле погибнет. Стена горячего газа пройдет над Землей, достигнет предела к Солнечной системе и улетит в космос. Она испит вперед все планеты и их орбиты на своем пути. Все, что останется от нашего Солнца – это туманность улитка. Познание колоссальное. В общем, как вы заметили, наши многоопытные эксперты всячески подчеркнули, что ничего хорошего в жарком лете нет. То есть жаркое лето несет определенные проблемы со здоровьем. И наша главная задача – защитить себя от жаркого лета. Это неудивительно, что у многих родителей возникают по поводу жаркого лета множество вопросов. Вам на прием приходили Владимир и Юлия Токудис. Давайте посмотрим. Давайте. У Владимира Токудиса не совсем обычная работа. Он делает правильники. И это тот случай, когда рабочие навыки очень даже пригождаются в семье, в их доме, когда не горюют и не ссорятся. Вот если бы еще папа раньше возвращался с работы, а еще лучше было бы ему немножко не походить на работу и всем Токудисам, и папе Володе, и маме Юлии, и сынишке Артем вместе отправиться в отпуск. Вот только что делать, когда лето жарко? Об этом и говорили в этот раз у дочтора Камарасского. Как вы переносите жару? Что с вами? Как ваша семья? Ждет жаркого лета с нетерпением? Или вообще вы такие более холодолюбивые? Нет. Нет, наоборот. Конечно же, да. В любом случае тепло всегда присутствует. Даже когда холодно, всегда хочется тепла. Естественно, тем более я, как человек, который любит теплый отдых, я не из тех, кто будет стремиться куда-то вылетать или выезжать в горы, в холод, в снег и так далее. Тепло, однозначно, это лучший отдых, и всегда хорошо, когда тепло. Но иногда случается, что очень жарко. И это бывает проблемой. Понимаете ли вы главное, то, что если вам тепло, то ребенку жарко? Понимаю. Это вы понимаете? То есть это всегда самое главное для нас всех, чтобы мы всегда понимали, что если нам тяжело, то нашим детям невыносимо. То есть дети, мы это много раз говорили, это актуально и на этапе, когда мы боремся с повышенной температурой тела, и когда мы просто надеваем на детей одежду какую-то. Все-таки всегда понимаете. Вот такого ребенка с шилом в заднице, с очень активным обменом веществ. Причем я фиксирую внимание, и мама, и папа худенькие, активные. То есть это ваша конституция. Обмен веществ, отсутствие склонности к лишнему весу. Понятно? Это предопределяет тот факт, что очень интенсивный обмен веществ, который сопровождается, как вы понимаете, выработкой очень большого количества тепла. И от этого тепла ребенку надо избавляться. И когда папа говорит, я однозначно за тепло, то я хочу, чтобы мы тут не перегнули палку, потому что я ничего не имею против, если он останется здесь, а вы с мамой поедете за своим жарким летом. Понимаете? Тут надо четко понимать. Поэтому когда вот такие дети, мы всегда понимаем прекрасно, что с точки зрения какого-нибудь жаркого заморского курорта, насколько мы можем обеспечить ему возможность спрятаться от жары, сбросить лишнее тепло. Вот на это я фиксирую внимание. Какой отдых вы планируете? Возможно, это будет или Арабские Эмираты, или какая-то из... То есть экзотическая страна. Да, экзотика. Мы понимаем главный принцип. Что-то, куда не так далеко лететь. Это важно. Потому что единственное, куда мы можем полететь на данный момент в его возрасте, так, чтобы он хорошо переносил полеты, это такие курорты, как Турция или Египет и так далее. Понятно. Вы прекрасно ведь понимаете на самом деле, что этому ребенку ваши курорты в принципе не интересны. Ну, они ему не нужны. Понимаете? Это не тот возраст, да? Он там ничего нового для себя не увидит, он останется рядом с вами, он будет просто вот потому что. Поэтому если вы его под Киевом в деревне останетесь с бабушкой, это может быть более безопасно будет, а вы лучше отдохнете. Но, если скоро вы берете его с собой, то вы четко анализируете для себя способы. Нам угрожает, потенциально мы рискуем перегревом, да? Что у нас есть с собой? Мы уже подумали о том, что особой лохматости у вас пока нет, да? То есть попадание солнца на голову такого ребенка, да, достаточно опасно. Поэтому мама запаслась головными уборами. Дальше. Ребенок светлокожий. Поэтому мама чем запаслась уже? Крем. Кремами специальными защитными, да? Мама прекрасно должна сейчас уже ответить на вопрос о том, что, коль скоро мы пребываем на солнце, то очень важно нам обеспечение ребенка достаточным количеством жидкости. Мы уже ответили на вопрос, чем мы будем ребенка поить? Водичкой. Водичкой какой? Наверное, мы там купим какую-то, да, минеральную, бутилированную. Но об этом мы подумали. Но мы должны подразумевать тот факт, что у такого ребенка на фоне перегрева возможны такие варианты, как обезвоживание, да? И поэтому, когда вы будете собирать аптечку, вы обязательно положите так называемые средства для пероральной регидратации. Такие пакетики, которые можно приготовить солевой раствор и ребенка поить, например, да? Да, знаем, знаем. Мы покупали электролиты. Молодцы, но это очень важно. Это один из очень эффективных способов борьбы с последствиями перегрева. То есть я хотел бы, чтобы мы четко понимали. Когда у нас предстоит жаркое лето, то мы сразу должны понимать. Способности детей противопоставить ресурсы организма жаре намного меньше, чем взрослые. Это вот мы четко, перегрев воздупает быстрее. Ресурсы организма меньше. И поэтому основы профилактики, основы безопасности их обеспечивают мама и папа. Главное, просто очень сложно всегда перестроиться. Перестроиться настолько, чтобы понимать, что если ребенок вот только намек, вот он отвернул лицо от тарелки с едой, вот надо этим воспользоваться и перестать пихать в него еду, да? Но вся еда должна быть как можно более жидкой. То есть уменьшать концентрацию еды, чтобы ребенок достаточное количество жидкости получал. Как только кто-то вам скажет, кто-то скажет, что ребенку опасен кондиционер, добрый, добрый мальчик, как в этом, да? Лучше в мороженом. Как только вы от кого-то услышите, что ребенку опасен кондиционер, да, вы сразу скажете этому человеку, что для ребенка перегрев опасен. А кондиционер – это спасение, которое позволяет таким детям путешествовать, ездить в Эмираты, ездить в Египет, а без этого ничего у нас не получится и так далее. Поэтому этим мы будем пользоваться. Но папа, папа, который позволит ребенку там общаться с кондиционером, будет знать, что главная особенность кондиционера – это то, что он очень сильно высушивает воздух. Поэтому мама возьмет с собой солевые растворы для пшиканья в нос, чтобы мы могли увлажнить. На сегодня, вот как бы в современном мире, у нас все-таки жаркое лето перестало быть вот таким драматическим событием. Если мы знаем, там элементарные меры предосторожности, просто именно одежда, должный пищевой режим, именно поменьше пищи, да, это достаточное количество воды, причем воды с минеральными солями. Это очень важно, это всегда надо учитывать. И взрослым тоже. И взрослым, конечно, тоже, да. Вот за этим следить, там особенно применительно к таким детям головные уборы. Опять-таки мы прекрасно понимаем, что купание в водоемах – это тоже один из способов сбросить тепло лишнее и ограничивать детей таких не надо. То есть в этом плане мы прекрасно понимаем, что современная цивилизация с ее одеждой, солнцезащитными кремами, кондиционерами, растворами для питья, в общем-то, позволяет нам пережить совершенно спокойно жаркое лето. Если у нас есть материальные возможности воспользоваться всеми этими благами цивилизации. Обратите внимание, мы как бы сформулировали ряд опасностей летних, жарких опасностей. Тем не менее, уверен, что у вас еще есть множество вопросов по этому поводу. Давайте вместе будем искать ответы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, если у ребенка все-таки случился, ну, не доглядели, да, тепловой удар, какие наши вот срочные действия, что можно сделать даже вот с таким крохой и как бы почем это будет видно? Ну, прежде всего, как раз тепловой удар у таких детей, как правило, может начинаться с тошноты и рвоты, заканчивается, как правило, потерей сознания. Это главное. Но я фиксирую внимание на следующем, что главное все-таки, когда мы говорим о тепловом ударе, коль скоро вы собрались все-таки в жаркое лето отдыхать, да, вы, конечно же, поднимите архив школы доктора Комаровского и специально посмотрите программу, посвященную тепловому и солнечному удару. Я только хотел бы напомнить вам главные способы профилактики теплового и солнечного удара. Вы должны помнить о том, что у детей, чем они активнее движутся, тем больше тепла они вырабатывают. Поэтому, когда они носятся по солнцу, вероятность теплового удара выше, да. Если ребенку нечем потеть, то вероятность теплового удара какая? Высокая. Поэтому что надо сделать вовремя? Напоить ребенка. Вы должны знать, что если влажность воздуха 100%, то пот не испаряется. Понятно? То есть сколько бы вы не напоили ребенка, при влажности воздуха 100%, вероятность теплового удара какая? Очень высокая. Поэтому надо придумывать другие способы потери тепла. А это какие способы? Это вода, в которой тепло легко отдается, да, это тень, это кондиционер. Но если уж не уберегли и тепловой удар произошел, то вызываем кого? Медицинских работников. А за это время относим ребенка максимально туда, где на этот момент прохладно. То есть в любом случае бегаем, если вы на даче, и ваша дача не одна, то мы знаем уже, что у Петра Ивановича есть кондиционер. И несемся к нему, и говорим, Петр Иванович, пока приедет скорая помощь, можно мы полежим у вас, раздеваем ребенка, включаем вентилятор. Понятно? И как только он придет в себя, начинаем его поить. Остальное задача врачей. Спасибо. Илья Ильич, скажите, пожалуйста, вот те, у кого нет кондиционера в доме, открывают окна, естественно, сквозняк. Опасен ли он детям? Нет, сквозняк – это такая классическая страшилка наших мам, которые лишают детей с рождения движущегося воздуха, а потом кричат, что дети его боятся. Естественно, ребенка надо приучать к движению воздуха практически с рождения, и дети сквозняков не боятся. Что случилось? Есть у вас машинка? Машинка есть, но не здесь. Уехала. Вот беда. Сквозняки, Луиза Васильевна, не вредны. Опять-таки мы должны знать температуру сквозняка. Если это горячий воздух, да, то это способствует чему? Перегреву. А если это прохладный воздух, то наоборот. Это способ профилактики перегрева. Спасибо. Евгений Олегович, ребенок летом очень много времени проводит на улице. Домой заходит только покушать, и то через раз с уговорками. Но у него проблема – аллергия на детский противозащитный крем. Чем еще кроме крема можно защитить? А выбор у нас невелик. Коль скоро мы не можем использовать крем, мы используем нормальную одежду. На самом деле, если вам вот рассказать о том, какой должна быть одежда, например, ребенка на пляже, к примеру, то вы удивитесь, это хлопчатобумажные брюки, которые закрывают ножки полностью, да. Это футболка, которая полностью закрывает, неплотно прилегающая к телу. Это обязательно шляпа с полями. То есть это нормально. Еще раз прошу, все-таки абсолютное большинство детей, мамы которых задают мне сейчас вопросы, они именно такие вот, как ваш, светлокожие и блондинистые. И для таких детей солнце и жара реально опасны. Поэтому я вас прошу, не надо вот эти риски недооценивать. Вы собираетесь на улицу, значит, вы нормально оделись. Раз. Вы взяли обязательно в сумочку тот, чем вы будете ребенка поить. Вы прекрасно понимаете, что ребенок может заиграться, да. Но если вы пришли домой с прогулки, да, и за три часа гуляния вы ни разу не помочились. Если с таким ребенком вы пришли домой, у него пустой подгузник, то так гулять нельзя, понятно? Понятно? Ребенок должен мочиться раз в два-три часа. Если он не мочится раз в два-три часа, значит, это что? Это дефицит жидкости. И чем больше ребенок светлокожий, чем больше он блондинистый, тем больше жидкости он должен получать. Понятно? Можно еще вопрос? Как вы относитесь к народным средствам борьбы от солнца, типа молодой сметаны, нежирного, несоленого свиного жира? Я много раз рассказывал о том, что народные методы используются тогда, когда нет возможности использовать цивилизованные, да. Вот и все, смотря. Поэтому фактически никакого защитного эффекта нет. А когда используются жиры, жиры, то жиры блокируют выработку пота и блокируют таким образом теплоотдачу. Хотите организовать ребенку тепловой дар, намажьте его жиром, не вопрос. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот у моей подруги был такой случай. Мы все гуляли, естественно, было солнце, но дети находились в стене. Ребенок был легко одет, был в панамке, и ребенку стало плохо. И доктор сказал, что это следствие вот перелива. Теплового удара, да, перелива. Как избежать таких ситуаций? На самом деле, почему-то очень многие мамы думают, что тепловой удар может возникнуть только тогда, когда ребенок там под палящими лучами солнца и так далее. На самом деле есть такое понятие. Солнечный удар – это когда солнечные лучи действуют на непокрытую голову. То есть когда локальный перегрев именно головы. А тепловой удар – это когда теплопродукция, то есть вырабатывается тепло больше, чем организм может его отдать. И для этого достаточно детям при температуре 35 градусов, даже в тени, просто интенсивно побегать, но при этом не иметь достаточного количества выпитой жидкости. Этого совершенно достаточно для того, чтобы возник тепловой удар. Спасибо большое. Евгений Олегович, здравствуйте. Я бы хотела вернуться немножко к кондиционерам. У меня, может, у многих есть автомобиль. Если мы едем с маленьким ребенком в автомобиле, можно ли включать кондиционер? Нужно. Нужно. Кондиционер включать нужно. Кондиционер – это то, с чем ваши дети будут жить всю свою жизнь, если они будут жить в цивилизованной стране. Они будут им пользоваться обязательно в доме, в офисе, в супермаркетах и в автомобилях. Главное, что вы должны знать, что кондиционер несет в себе одну серьезную опасность. Сама система кондиционирования воздуха обуславливает высушивание воздуха, то есть кондиционированный воздух очень сухой. Поэтому что надо делать? Увлажнять дыхательные пути. Например, капать в нос банальный солевой раствор. Регулярно предлагать ребенку жидкость. Опять-таки, если мы едем час с ребенком в машине, можно остановиться и пять минут размять ноги, открыть двери все в автомобиле, погулять, а потом поехать дальше. Правда? Чтобы ребенок пять минут в час подышал нормальным воздухом. Правда? Ну, понятно, что если там 45, то лучше не останавливаться. Лучше просто больше пить воды и капать в нос солевые растворы. Доктор, подскажите, пожалуйста, чем лучше поить ребенка на улице? Сок, вода, компот, чай? Что лучше? Вот как раз, когда мы поим на улице, нам надо убедиться в том, что он, а, пьет это с удовольствием, б, кроме жидкости, там есть минеральные соли. Это может быть и негазированная, некипяченая минеральная вода бутылочная. Если это чуть солоноватая вода, это нормально. Фруктовые соки – прекрасно. Компот из сухофруктов – прекрасно. Компот из свежих фруктов – прекрасно. В общем, все, что он согласен пить, по большому счету, пить можно. Единственное, что не всегда правильно – давать в больших количествах сладкую газированную воду. Спасибо. Но я фиксирую внимание, я не запретил. Я сказал, нельзя давать в больших количествах. Но если у вас лишний вес, нельзя давать ни в каком количестве. Кстати, коль скоро мы уже начали об этом говорить, я фиксирую внимание, что лишний вес является одним из факторов, способствующим перегреву и тепловому удару. Потому что подкожно-жировая клетчатка блокирует движение тепла от внутренних органов к коже. Поэтому у ребенка с лишним весом вероятность теплового удара намного выше. Это тоже имейте в виду. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот в жаркую погоду ребенка поить холодной водой можно? Ну, если вы его поили в нежаркую погоду холодной водой, то лучше именно холодной и поить. Просто я прекрасно понимаю, что у нас есть огромное количество детей в стране, которым мороженое перед употреблением греют в микроволновке. Я таких знаю много. То есть если вы своего ребенка не приучили к холодному, то, конечно, не надо летом экспериментировать. Хотя если вы еще его не успели испортить, то, конечно, лучше пить именно холодную воду. Это еще один из эффективнейших способов борьбы с перегревом. Вообще употребление холодного, опять-таки того же мороженого, специально добавлять кубики льда в напитки. Это очень правильно. Это надо. Это одни из способов защиты. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, сколько вы бы посоветовали принимать ребенку солнечные ванны перед тем, как он попадет на море? Чтобы не было там солнечных перегрев. Если вы меня спросите, сколько бы я посоветовал принимать солнечные ванны, я бы вам сказал, нисколько. Вот нисколько. Вот как это не парадоксально, но я вам честно скажу, когда доктор видит пляжи наши современные, то с точки зрения современной медицины это преступление. Вот когда нам показывают в 12 часов дня ковыряющихся в песке деток в панамках, вот это признак абсолютного отсутствия вообще мозгов у родителей и вообще представления о цивилизации в стране. Мир давным-давно установил, загорать вредно. Чем больше вы загораете, тем больше риск рака кожи. Прямая связь, не вызывающая сомнений ни у кого. Риск тем больше, чем человек светлее и блондинистее. Для рыжиков, для веснущатых риск двойной. Понятно? Поэтому если вы рыжие, с веснушками, светлокожие, блондинистые, вам загорать не надо нисколько. Понятно? А если у вас в роду афроамериканцы, там афроукраинцы, например, то это не принципиально. Не надо готовиться. Вас эволюция, вас боженька подготовили к пребыванию на солнце. И вообще есть такая мысль, знаете, что для того, чтобы загореть, надо три недели. Загар держится три месяца, а последствия можно расхлебывать всю жизнь. И есть вообще такой очень хороший тест, по которому каждый человек, взрослый, например, может узнать, загорать ему или не загорать. Для этого надо в голом виде встать перед зеркалом, посмотреть на свое плечо и посмотреть на свою попу и сравнить. Если на плече больше пигментных пятен, чем на попе, вы меня поняли? Это значит, свою норму загорания вы уже на всю оставшуюся жизнь выполнили. Понятно? И у ваших детей кожа на плече должна быть такой же, как кожа на попе. Понятно? И если вы обратите внимание, как купаются дети у этих капиталистов, вот тех западных, и что представляет собой нормальный купальник для цивилизованной девочки, это маечка. Маечка с закрытыми плечами. И заметьте, солнечные лучи проникают в воду на метр. И загореть можно, и загореть плавая. Поэтому купаться тоже надо в маечках таких. Поэтому вы от меня никогда не услышите, сколько вам можно быть на солнце. И единственное, что я вам хочу сказать, что с 10 до 16, с 10 до 16, ребенок на солнце, это бандитизм родителей. Понятно? А до 10 и после 16 в одежде и с солнцезащитными кремами. И чем раньше вся страна, особенно родители светлокожих детей, поймут, что загорание не имеет к здоровью никакого отношения, тем будет лучше тем. Скажите, а с 10 до 16 это надо в помещении находить? Нет, с 10 до 16 надо стараться находиться в тени. Надо иметь одежду, брючки с длинными рукавами, рубашечки, да, панамки с большими полями. Это раз. И второе, что надо в это время, опять-таки, еще раз говорю, искать тень, пить много жидкости. Вот и все, собственно говоря. Я же не призываю вас сидеть в доме. Хотя если вы найдете цивилизованное развлечение, недавно же даже во всем мире есть такое понятие сиеста, да, когда в жару, в главную жару, жизнь забирает, жизнь забирает, да. Никто не выйдет на улицу. А у нас папа выспался после вчерашнего, да, мама наконец-то тоже очухалась, и вот они пошли. И после завтрака, который заканчивается, когда на курортах заканчивается завтрак? В 10, да, в 11, да. Естественно, они туда приползли в пол 11. У папы же вечером гульки были, правильно, да? Поэтому в 11 они закончили. Потом мама начала приводить себя в порядок. И в 12 они куда приперлись? На пляж. Папа сел пить пиво, ребенок пошел ковыряться в песочке, да. А потом у ребенка солнечный ожог, тепловой удар, и все получают удовольствие. Спасибо большое. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот в грозу можно находиться с ребенком на улице, и, ну вот, риск удара молнии? Самое безопасное место в грозу, знаете, где находится? В доме это один из вариантов. А если вы на природе, то самое безопасное место в грозу, это внутри автомобиля. Понятно? Молния, ничего с ним не сделает. Он на резиновых колесах. Понятно? То есть обычно колеса резиновые. Нет, ребята, если это металлический трактор, да, понятно, то там может быть и у него гусеницы, тоже металлические. Там вам может не повезти. Но в автомобиле нормально. То есть обычно автомобиль найти легче, чем трактор, да. Поэтому это место, где можно прятаться. Главное, что вы должны понимать, чем вы выше, тем больше риск, что попадет именно в вас. Если в поле стоит одинокое дерево, то только безумец может додуматься, прятаться под этим одиноким деревом. А у нас где прячутся? Если в поле будет стоять один телеграфный столб, то все прибегут туда, под этот столб, чтобы и кричать, давайте сюда, понимаете, все. Опять-таки, если у вас 20 человек, то надо рассредоточиться. Потому что вероятность того, что молния попадет в группу выше. Понятно? Вообще, главное, если вы в воде, побыстрее выйдите из воды. Если вы можете одеть что-нибудь резиновое, оденьте резиновое. Если вы в лодке, гребите, пожалуйста, к берегу. На берегу займите место, которое пониже. Низина, яма, понятно, где будет? Если есть низкорослый кустарник небольшой, вот там будет относительно безопасно. Понятно? Да, ну и если вдруг удар молнии произошел, то что надо сделать с точки зрения нашего человека? Главный народный способ помощи после удара молнии. Это срочно найти лопату, вырыть яму и закопать, чтобы только голова торчала. Это главный народный способ. Это неправильный способ, товарищи. Неправильный. Мы когда-нибудь расскажем, какой правильный, но это неправильно. Понятно? А какое количество воды надо пить взрослым, понятно, детям, чтобы восполнить? Заметьте, вот этот вопрос, сколько надо пить воды, это вопрос, который у нормальной мамы должен возникать постоянно, вообще, как только она стала мамой. Сколько надо пить воды, когда в доме сухое тепло? Сколько надо пить воды, чтобы не было теплового удара? Сколько надо пить воды, когда ребенок заболел, да? Вот ребенок при любых проблемах со здоровьем, при любых сомнительных ситуациях должен мочиться не реже, чем раз в три часа. Вот поите в таком количестве, чтобы раз в три часа было хождение по малой дужде. Опять-таки, есть другие симптомы, свидетельствующие о дефиците жидкости. Сухой язык, плач без слез, да, сухая кожа. Вот это признаки дефицита жидкости в организме. Евгений Олегович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда это, что грудное вскармливание нельзя прекращать в жару? Дело в том, что нам уже год и восемь, и этот процесс уже идет к завершению, но, опять же, он совпадает с этим периодом. Как быть? Продолжать? Если почитать то, что пишут сторонники пожизненного грудного вскармливания, то кормить вам до следующего лета, похоже, в это бросать нельзя. На самом деле, все это народные сказки. Я уже как-то об этом рассказывал, вы просто должны понимать, что есть определенное правило, в соответствии с которым после прекращения грудного вскармливания выше риск кишечной инфекции. Высший риск кишечной инфекции. Ну, как бы, особенно если ребенок ест там только маму, вот в такой ситуации. То есть, если вы ребенка кормите только грудью, вот представьте себе, да, только грудное вскармливание. И вот ребенку там 9 месяцев летом, и вы прекратили кормить, да, и он начинает есть все подряд. И это очень высок риск чего? Кишечной инфекции. Отсюда и рекомендации, которые, в общем-то, были во всех странах, когда очень жарко, лучше не бросать, а обеспечить безопасность ребенку. То есть, главный риск только в этом. Ну, если вы знаете, что такое гигиена питания, если вы не храните продукты на жаре, если продукты хранятся как положено, если покупаются с неистекшим сроком годности и так далее, если вы умеете мыть руки, если вы знаете, что такое кипяченая вода, то бросайте кормить, когда это удобно вам. В 21 веке время года, когда вам захотелось бросать, кормить, не имеет никакого значения. Это народная сказка. Да, да, да. Евгений Олегович, здравствуйте. Одной из опасностей жаркого периода являются насекомые. Как уберечь ребенка, особенно если у него аллергия на укусы? Вы должны четко понимать, что вы можете использовать детям после 6-месячного возраста, а по рекомендациям многих ассоциаций педиатров и после 2-х месяцев, так называемые репелленты, да, то есть защитные средства. Это раз. Если вы где-то прочитаете о том, что там репелленты нельзя, детям до 2-х лет и так далее, это неправда. Ну, я просто слышал по телевизору якобы очень уважаемых авторитетных источников, что якобы нельзя. Можно. Основные препараты разрешены для использования у детей от 2-месячного возраста. Второе, что вы должны знать, что если ребенок потеет, то эффективность репеллентов заметно снижается. Что есть возможность нанесения очень часто репеллентов не на кожу, а на одежду, да. Что в конце концов вы всегда должны думать о том, когда вы куда-то отправляетесь, как обеспечить ребенку безопасность. Из какой посуды он будет пить, мы как-то уже об этом говорили, но я еще раз повторю, любая жестяная банка в жару, которую вы оставили хотя бы на 30 секунд, это преступление. В эту банку, в которой вы не видите, что там внутри залетит первая же попавшаяся оса. И папе, кстати, тоже объяснить, что ты можешь баночное пиво пить сколько хочешь, понятно, но зимой, когда пчелы не летают, а летом изволь потратиться на прозрачную тару. Просто мужу передайте, это первое. Второе, вы должны знать, чем ярче одежда, чем интенсивнее вы пахнете, тем скорее к вам прилетят насекомые, да. Ну и в любом случае, вы должны знать и понимать, что есть фармакологические способы помощи после укусов насекомых, после того, как вас ужалила пчела или оса. И обсудить с доктором, какие препараты надо, раз у вашего ребенка была реакция тяжелая на укус, то эти препараты надо иметь с собой и согласовать дозы и тактику применения с врачом до того, как вас покусают. То есть к этому надо быть готовым. Евгений Олегович, а можно ли использовать в квартире средства борьбы с насекомыми, типа фумигаторов, пластинок, они безопасны? Я однозначно считаю, что можно, однозначно, потому что в любом случае риск бессонной ночи и покусанного комарами ребенка намного выше, понимаете. То есть это намного больше проблем со здоровьем за собой влечет. Главное все-таки покупать фумигаторы уважаемых фирм, быть уверенным в их качестве, следить за тем, чтобы они были сертифицированы. Вот это очень важно. Но использовать однозначно и вид смысл. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, вот сегодня очень много говорят о том, что детей забывают в машинах. Ну вот на жаре это чревато. Скажите, какие существуют меры профилактики, кроме кондиционера? Вы знаете, тут даже не в кондиционере дело, да? В конце концов, если ребенка оставили во включенном автомобиле с кондиционером, это, как правило, надолго в таком виде не оставят. Беда-то состоит в том, что это сейчас же серьезная очень проблема. Действительно, увеличение количества случаев гибели детей, которых родители забыли в автомобиле. Ну вот нам иногда это трудно себе представить, но таких случаев десятки, когда папа положил ребенка в детском кресле спать, повез его в детский сад, понимаете, подъехал к детскому саду, тут кто-то позвонил по телефону, папа поговорил, он вообще забыл, что он ребенка не выгрузил в детский сад и уехал на работу. Вышел, оставил ребенка в машине, и ребенок погиб. Еще раз фиксирую меня, таких случаев десятки, десятки. И почему абсолютно нормальный человек в здравом уме, в трезвой памяти вдруг может забыть ребенка до настоящего времени, пытаются докопаться до ответа на этот вопрос. Тем не менее, эта тема очень актуальна. Если вы увидели ребенка в машине и не увидели там в машине взрослого, тут же вы обязаны вызвать полицию, милицию, врачей, кого угодно. Но не отходите оттуда. Это нарушение всех существующих возможных норм. Родители, которые в здравом уме оставляют детей в машине, ума не имеют. Это преступление. Ребенка никогда ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в машине одного. Температура в машине летом повышается мгновенно до той температуры, при которой человек может погибнуть за 5-7 минут. Понимаете? Поэтому это абсолютно недопустимо. Другой вопрос в том, что достаточно сложно дать универсальные рекомендации, как не забыть ребенка. То есть есть разные способы. Сейчас бьются над созданием электронных систем, которые начинают орать, как только ребенка там не вынули. То есть вы не можете поставить машину на сигнализацию, если не отключите. Некий пульт там сзади. Советуют, например, следующее. Вы когда ставите сиденье с ребенком в автомобиль, положите на заднее сиденье то, без чего вы не сможете выйти из машины. Оставьте там или телефон, или барсетку, или зонтик свой. Вот ребенка, ребенка мы забудем. Но телефон никогда. Вот это наша жизнь. Понимаете такая? То есть без детей как-то можно, без телефона жизнь теряет смысл. Понимаете? То есть ну куда папа выйдет без своей барсетки? Понимаете? И так далее, и так далее. Поэтому вот надо что-то оставить сзади, например. То есть главное вот думать об этом. Опять-таки договоритесь, договоритесь с воспитательницей в детском саду. Дайте денег, но попросите. Если я вам не привез ребенка, позвоните и спросите, что случилось. Ну это не вот элементарные меры профилактики, но они срабатывают. Просто о том, что такой риск существует, и он естественно очень высок. Именно летом мы просто должны знать. Будем знать, уменьшим вероятность таких страшных ситуаций. Программа выходит за поддержку торговой марки Моуфикс. Итак, мы сегодня поговорили о целом ряде проблем, связанных непосредственно с жарким летом. Что приятно, что мамы и папы, обладающие элементарным здравым смыслом и знаниями, имеют ну практически стопроцентные возможности минимализировать риски для собственных детей. Таким образом, я уверен, что вы сделали правильные выводы. Удачного вам отдыха. А с теми, кто не уедет отдыхать, мы встретимся через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...